итак друзья сегодня еще один день мы закончили наконец-то этот объект вот так у нас все получилось софиты у нас в конечном результате получились вот так вот полностью перфорированный софит деки лобовая доска мы сделали из кедрала вот так вот смотрится здесь у нас елочка вот эти выступ выступающие балки мы тоже обошли кедралом самореза закрасили краской саморезы граббер специальный для фиброцементного сайдинга наличник на дверь у нас получился вот такой вот наличники на окна получились вот такие вот по ширине это примерно где-то 14 сантиметров с четырех сторон у нас обналички откоса тоже сделали из кедрала отлив сегодня также на наш объект приехал представитель компании кедрал александр всем добрый день сегодня мы приехали на объект на инспекцию объекта к нашему партнеру компании rufer компания участник клуба кедрал select мы проверяем объекты по ряду критериев у нас есть такой инспекционный лист который мы заполняем здесь есть некоторые требования соответственно в основном это наличие вентилируемого зазора вентилируемого зазора на цоколе до куда будет заходить воздух над окнами на данном объекте мы видим что вент зазор здесь присутствует вот здесь можно увидеть под примерно 35 миллиметров до над окнами на данный момент мы не видим входа воздуха но обрешетка сделан таким образом она отступает от несущей стены порядка 35 миллиметров поэтому вентиляция без проблем обеспечивается вот вверху мы видим то что софиты перфорированные также происходит отличная вентиляция саморезы точечно подкрашены плюсовую температуру мы видим что их принципе не заметно с дальнего расстояния пыль стерта никаких пятен на досках нет это очень важный критерий да если монтаж происходит фиброцементной доски в сырую погоду нужно обязательно сразу стирать сухую пыль иначе потом это будет проблематично также здесь мы можем посмотреть то что угловые элементы сделаны не нашими оригинальными алюминиевыми профилями а сделаны из той же доски но только другого цвета у нас здесь сочетание c21 и c04 опять же нахлёст у нас такой же также правильный 30 миллиметров рекомендуемый чтобы саморезы верхние закрыть вот но в целом объект очень красивый надеюсь в дальнейшем он попадет в наш альбом и заказчик не был будет не против фотосессии то есть никаких нареканий по качеству работ на данный момент я нареканий никаких не вижу очень важный момент да чтобы были фотографии в процессе монтажа который в принципе есть у павла да мы можем тогда как раз таки посмотреть и шаг обрешетки мы можем посмотреть что за обрешетка использовалась или же это брусок или это же металлическая подсистема или алюминиевая а и также мы можем увидеть как раз таки вентиляцию над окнами потому что на данный момент здесь ее не видно да это нужно обязательно проверять в процессе монтажа атаку друзья оценили нашу работу качество выполненных вы качество выполненных работ так что спасибо за внимание если есть какие-то вопросы пишите в комментариях а так самое главное друзья не болейте все всем пока